Плавающий курс 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 Мне хотелось бы сначала продолжить этот тренд и сначала согласиться полностью с Алексеем Владимировичем, что планомерное снижение инфляции к целевому уровню и политика плавающего валютного курса однозначно очень важны, мы всячески это поддерживаем. Второе, что стабильность государственного бюджета должна выдерживаться и в кризисные времена, и опять же это очень четко поддерживаем. Чего бы мне хотелось добавить к выступлению предыдущих ораторов, это то, что долгосрочные проблемы нашей экономики или решение долгосрочных проблем, конечно, лежат в плоскости структурных реформ. И в частности, на чем бы мне хотелось просто буквально кратко упомянуть, это в росте конкурентоспособности экономики. А это, на наш взгляд, вызвана или низкая конкурентоспособность экономики, кроме денежно-монетарных или каких-то агрегированных показателей, также меряется уровнем присутствия государства в экономике, как в части производства ВВП, так и в части регулирования отраслей. Что важно? Повышение производительности труда. Для этого что нужно сделать? На наш взгляд, увеличивать присутствие частного сектора в экономике. И опять же мы возвращаемся к достаточно большим планам по приватизации, которые мы в настоящий момент видим несколько замедляющимися. И, с одной стороны, понятна дилемма у чиновников, которые отвечают за это, продавать ли государственные компании или активы в атмосфере того, что российские активы стоят достаточно недорого сейчас, или ждать улучшения времени, когда цена на активы повысится. Здесь, наверное, интересное мнение Министерства финансов, как основного получателя этих средств. Второй аспект – это то, что мы делаем с корпорациями, которые попадают, и даже с частными корпорациями, которые относительно неэффективно управляли своими активами. Мы помним ситуацию в японской экономике, потерянные два десятилетия, когда компании не реставрализировались, они оставались неэффективных собственников. Мы то же самое наблюдаем, наверное, и в нашей экономике с кризиса 2008-2009 годов. И сейчас это происходит. Отсутствуют механизмы быстрого и эффективного смены собственники передачи. И вот тем, кто готов заплатить за эти активы наиболее высокую цену, и в связи с этим, наверное, лучше ими управлять. И вторая вещь, которую тоже, наверное, хотелось бы отметить из долгосрочных направлений, которые сегодня не звучали, это снижение доли ресурсных отраслей в нашей экономике. Даже несмотря на четко определившийся тренд среднесрочной снижения цен на сырьевые материалы, основные проекты, которые даже мы в банке рассматриваем по капиталоемкости, длине ресурсов и сложности, они в основном лежат в ресурсных отраслях. Это тоже, наверное, индикатор не очень хороший, поскольку, опять же, большие средства, в том числе и государственные, консервируются или направляются на те сектора, которые не несут в себе наиболее динамично развивающиеся темпы роста, либо влияние на развитие нашей экономики в целом. Вот это, наверное, две группы долгосрочных стимулов, которые мы сегодня не говорили, и долгосрочных проблем, хотелось бы на них отметить. И перейти к краткосрочным вызовам, те, которые стоят перед нами, те, которые Олег Вячеславович упомянул, да, к тем структурным проблемам, которые у нас наметились за последние несколько лет, прибавились краткосрочные вызовы. В основном, опять-таки, ведомые двумя группами факторов – это снижение цен на сырьевые материалы, и второе – это, конечно, геополитическое напряжение, которое сложилось вокруг нашей страны, и фактическое отрезание нас от той финансовой инфраструктуры, которой мы привыкли, которая достаточно динамично могла восполнить все необходимости финансирования, которые у нас не хватало в стране. Если мы посмотрим на банковскую систему в целом, или, скажем, на наш банк, мы увидим, что длина пассивов банковской системы очень короткая. Частично это определяется тем, что наши депозиты у ритейлового сектора всегда могут быть забраны в любой момент, а также тем, что структура депозитов корпоратов, она тоже достаточно краткосрочная. Поэтому все мы опирались на долгосрочное финансирование из-за рубежа, и отсутствие этих источников финансирования, естественно, создает определенные неудобства. В чем эти неудобства? В первую очередь, наверное, резко возрастает спрос на наши услуги, и нам наращивать баланс приходится гораздо большими темпами. При росте нашего баланса как группы больше, чем 20% в прошлом году, больше, чем 20% в этом году, наши возможности генерации роста баланса начинают быть ограничены из-за того, что мы не производим достаточного возврата на наш капитал. Он был в нормальное время в районе 15%, поэтому рост выше 20%, естественно, нуждается в размещении дополнительного капитала. При нормальном существовании рынка мы несколько раз проводили доп. эмиссии. К сожалению, этот источник, опять-таки, из-за геополитических факторов, он для нас сейчас закрыт. Естественно, мы пошли во все остальные уголки мира, в которых есть хоть какая-то ликвидность. Мы не предполагали введение санкций несколько лет назад, но достаточно много работали по диверсификации своих источников финансирования. Мы на единственной корпорации в России, которая в настоящий момент выпустила какие-то облигации или заняла в основных азиатских валютах. Мы сделали сингапурские доллары, юани локальные, гонконгский доллар, австралийский доллар. И к своему удивлению обнаружили, когда выпускали и торговали на этих рынках, что действительно российские рынки, российская инфраструктура намного более продвинута, чем основные рынки азиатские. Это и, сказывается, и в объемах торговли, существование определенного количества инструментов, и в инструментах процентных производных. В частности, мы могли выпускать намного больше выпуски в азиатских валютах, но отсутствие рынка слопов в валютах основных развитых стран не давало нам возможности увеличивать наши выпуски. Часто задают вопрос, могут ли азиатские рынки полностью заменить европейские или американские источники финансирования. Я думаю, что со временем могут, но, к сожалению, это займет достаточно долгое время. Прежде всего, потому что ментальность азиатских инвесторов, она несколько другая. Весь процесс инвестирования занимает намного больше времени. Во-вторых, они не настолько глубокие для внешних возможностей финансирования, поскольку внутренние источники роста в этих экономиках настолько велики, что основные ресурсы их инвесторы направляют все-таки на внутренние инвестиции. Но, несомненно, потому как раньше мы летали в самолетах и были практически одними российскими банкирами, сейчас весь салон забит нашими коллегами из других банков. Мы видим достаточно большое количество диалогов происходящих, и мы увидим сначала, может быть, финансирование привязанное к торговле, привязанное к каким-то проектам, исполняемым на российской территории азиатскими компаниями с реального сектора. Но рано или поздно эти деньги сюда придут, к сожалению, не смогут заместить в очень коротком периоде времени то финансирование, которое мы использовали из западных стран. Если говорить о рынке капитала, который направляет свои ресурсы в акционерную форму капитала, это еще следующий шаг, с которым нужно будет расти, который нужно будет делать с азиатскими инвесторами. Опять-таки они очень долго раскачиваются, очень долго присматриваются. Опять мы думаем, что это в основном начнется в конкретных проектах сырьевого сектора, и потом потихонечку мы будем видеть размещение других секторов на азиатских рынках акционерного капитала. С другой стороны, надо сказать, что наш опыт очень положительный. Например, мы с корпорацией CAC, China Investment Corporation, заключили больше, чем на 7 миллиардов долларов сделок за последние три года. В основном это было либо в секторе private equity, частных инвестиций, либо в секторах долгового финансирования с какими-то производными инструментами, привязанными к акционерному капиталу. То есть опыт есть, денег там достаточно много, и финансовый сектор, я уверен, будет работать достаточно сильно для того, чтобы привлечь эти деньги в российскую экономику. Здесь, кстати, тоже вопрос к нашему уважаемому регулятору. Нам необходим рынок свопов из местных азиатских валют. Я знаю, что первые шаги по этому направлению делаются. Мы направили первые заявки от наших клиентов по свопам юаня, например, в рубли. Присутствие такого инструмента нам поможет обслуживать достаточно большое количество российских корпораций, которые выражают заинтересованность в заимствовании в юанях, допустим, или гонконгских долларах. Соответственно, что я упомянул, что последствия краткосрочных вызовов ведут к достаточно бурному росту нашего баланса. Отсюда возникают потребности увеличения нашего капитала. Должен с благодарностью поблагодарить наш и Центральный банк, и правительство Российской Федерации за все те шаги, которые они делают для того, чтобы увеличить нашу капитализацию. Для нас это вопрос либо расти, либо законсервировать рост баланса, остановиться на чистый прирост наших активов, приравнять к нулю и выдавать деньги только на замещение тех кредитов, которые возвращаются. И вот в частности сейчас проговаривается и прорабатывается схема по использованию средств ФНБ, которые через нас пройдут в реальный сектор экономики. Она достаточно многообещающая, потому что дает нам возможность делать мультиплицирующий эффект внутри экономики и продолжать расти теми темпами, которые мы набрали за последние несколько лет. Последнее, что, наверное, хочется сказать, это рациональное применение мер пруденциального контроля. В целом, наша страна, наверное, отличается достаточно большим уровнем государственного вмешательства в развитие. Вот Дисейт Александр, который представляет тот сектор, в котором, наверное, это, наверное, относительно небольшая роль государства в плане регулирования. И если вы посмотрите, особенно в фуд-ритейл, как компании, они ценятся западными инвесторами и российскими инвесторами, как самые дорогостоящие компании на российском рынке. Это отражение того, наверное, что эти компании управляются лучше, чем компании государственного сектора, эти компании лучше распоряжаются капиталом. И, опять же, один из аргументов для того, чтобы государственный сектор в нашей стране уменьшался. Переходя к конкретным мерам продукционального контроля со стороны Центрального банка, нам бы хотелось продолжить тот конструктивный диалог по введению базы ЛА-3, поскольку целый ряд параметров, в частности, механизм привязки оценки операционного риска через операционную маржу запретили на высокие поправочные коэффициенты на ряд классов активов, влекут за собой достаточно завышенные с нашей точки требования по достаточности капитала в тот момент, когда нам этот капитал так необходим для продолжения кредитования экономики. Могу привести еще один пример из других стран. Как раз это будет, наверное, звучать в унисон с тем, что Ксения Валентиновна говорила, что в стране не хватает длинных ресурсов. А вот, например, Австралия или Индия для того, чтобы банки предоставляли длинное инфраструктурное финансирование, взвешивают или определяют длину, например, 20-летних кредитов как 5-летние кредиты, тем самым позволяя банкам кредитовать фактически 20-летние проекты 5-летними деньгами. Это приводит к тому, что банки идут в этот сектор более охотно. Фактически каждые 4 года в 20-летнем проекте происходит ресет, опять же, в 5-летний проект, и этим и Австралия, и Индия достаточно сильно подняла уровень кредитования этих секторов. Наверное, на этом я закончу в интересах времени. Опять же, и в долгосрочных, и в краткосрочных проблемах, мне кажется, все зависит от нас. На мой взгляд, не важно, как быстро бегут атлеты на соседних дорожках или плавут плавцы, и важно, как быстро бежите вы или плывете вы. Поэтому все, я думаю, все ресурсы в нашей стране есть, надо их только правильно использовать. Спасибо. Спасибо. Ну, вот один только вопрос. Так, в принципе, достаточно все четко изложено. Вы все-таки за то, чтобы вот в такие периоды, в какой, в сегодняшней экономике находится Россия, вот эти вот проблемы длинных денег, инвестиций, за то, чтобы регулятивное давление на капитал банковской системы вот в таких условиях, ну, уж точно не увеличивать, а, возможно, даже надо и поискать такие пути, которые бы способствовали использованию этого капитала вот на более длинные проекты. Вы знаете, тут, наверное, это достаточно общий вопрос. С одной стороны, мы полностью поддерживаем усиление контроля и понимание того, что происходит в российской банковской системе, потому что те меры, которые ведут к укреплению и определенной консолидации, мы полностью поддерживаем, поскольку и опыт западных стран показал, что за банками нужно очень-очень хорошо смотреть, и, понятно, мы оценили в последние два года порядка десяти банков. Большинство из них, на наш взгляд, если бы они продавались на рыночных условиях, капитал был бы оценен очень низко, или та цена, за которую бы эти банки покупались, была бы близка к нулю. Понятно стремление Центрального банка навести порядок в секторе, и отсюда, понятно, достаточно жесткие требования к адекватности капитала и адекватности тех политик рисков, которые эти банки для себя внутри принимают. С другой стороны, существует ряд, наверное, направлений, которые могут и стимулировать экономику, и помогать банковской системе. В частности, я сказал, отношение, допустим, к длинным проектам о финансировании, или их взвес, или определение долгосрочности таких инвестиций, может, несомненно, помочь и экономике, и банке, и такие шаги мы всячески поддерживаем. Спасибо, понятно. Так, ну, теперь я бы хотел вот так построить. Вот у нас есть два Александра, Александр Малис и Александр Семеняка. Вот я, пожалуй, к Александру Малису хотел бы обратиться. Ну, во-первых, я, как уже повторяю, что, в принципе, вы вольны говорить широко, не обязательно ориентируясь на вопросы. Вот, ну, вопрос, конечно, все равно есть. В принципе, как бы, вы представляете компанию, очень интересную, в общем-то, достаточно успешную, и действительно, которая развивалась без какой-то государственной поддержки. Ну, то есть, вот классический пример. Вот, по отношению к финансовой системе у вас есть какие-то там пожелания, или, в принципе, как бы, жить можно, и... Ну, это вопрос, вот, то, что меня интересует, но вы можете еще раз, еще раз повторяю, говорить шире, как вам нравится. Ну, смотрите, я поблагодарю всех предыдущих ораторов, как все делали, но не могу сказать, что я согласен, потому что вот, как человек с земли, вот оттуда, где оно все растет, могу сказать, что либо мы на земле все тупые, либо в правительстве все очень умные. Но живем мы... Живем мы, конечно, в параллельных немножко реальностях. Иногда такое впечатление, что в разных странах. Например, мы сейчас много говорили о плавающем курсе валют. Я, конечно, когда-то где-то учился, и приблизительно в споре за кружечкой пива мог бы объяснить, почему он стал плавающим. Но с моей точки зрения человека, который работает на земле, он всегда был плавающим, потому что, когда курс плавает в плавающем коридоре, то с точки зрения тебя, как предпринимателя, он всегда был плавающим. Может быть, что-то, вот эта революция к чему-то когда-то приведет, но почему-то, мне кажется, даже внуки мои не до конца поймут, что же произошло. Про длинные деньги я вам могу сказать, что... Вот мне, например, в российской системе самому лично страшно отдавать кому-то деньги. Почему? Потому что я вижу, кому их потом управляющие компании или банки дают. У нас же какое такое среднее представление о деньгах? Если тебе достался кредит, который больше, чем на пять лет, то в голове ты понимаешь, что его вообще никогда не надо будет возвращать. Соответственно, тратишь приблизительно так же. И так устроена вся система. У нас зомби-предприятие – основная проблема России. Если честно, вот сейчас кризис, все плохо. А я вот в очередной раз рад. Может быть, хоть сейчас прочистится? Ведь количество денег, которые банки раздали зомби-предприятиям, оно вот меня поражает. Я очень хорошо представляю, что, я думаю, как минимум больше половины кредитов, которые выданы вообще банками, предприятия не собирались отдавать из прибыли. Принцип был очень простой. Как мне сказал один очень богатый человек, в России все дорожает, кроме овощей в осенний период. Поэтому, неважно, главное раздобыть чуть-чуть более длинные деньги, купить что угодно, а там разберемся. Так устроена была наша экономика 10 лет назад, так она была устроена 5 лет назад, так она была устроена полтора года назад. Я надеюсь, хотя бы сейчас вот не так будет, из-за того, что санкции. Поэтому спасибо санкциям за это. Может быть, хотя бы меньше будут давать денег тем, кто их в принципе не может отдать. За последний месяц столкнулся с двумя случаями. Девочка 21 год, без работы, получает карточку с кледитным лимитом полтора миллиона рублей. Она их никогда не отдаст. Второй случай, мне вчера рассказал, вот пришел человек, очень тяжелая история, он не работал, потом он заболел, потом он был в депрессии. Но в результате он набрал кредитов потребительских в банке, не зная теперь, как отдавать, приходил за советом, вот что делать. Внимание, это обычный человек, сумма потребительских кредитов, 5,5 миллионов рублей. Он их в принципе никогда не отдаст, потому что его можно распилить, раздать, на мясо продать, он не отдаст эти деньги. И это два случая, которые я увидел в последнее время. Ну, мы можем с вами обсуждать мою любимую тему, я думаю, здесь половина журналистов знает, мою любимую тему с нашими конкурентами на рынке, которые в принципе никогда не смогут отдать кредиты, которые они получили. Это уже не миллионы рублей, это уже десятки миллиардов рублей. И так вся экономика. И мы говорим, у нас нет длинных денег. Ну, правда, вот мне страшно. Я не знаю, кто банкам дает длинные деньги, потому что банки раздают их, вот получил длинные деньги, дальше прям закрывая глаза, из пылесоса, вот с вертолета их сбрасывая куда-нибудь, лишь бы план по выдачам выполнить. Вот с моей точки зрения, опять же, снизу, с земли, я вот так вижу нашу российскую экономику. И поэтому, когда нам дают длинные деньги, у нас получается какой-то рост, но ты сиди и жди, когда вот это все лопнет и взорвется. Теперь про деньги бизнеса. У меня тоже есть что сказать, почему бизнес свои деньги не вкладывает. Все очень просто. У нас есть два типа бизнеса. Первый тип бизнеса, который работает честно, платит налоги. За него все государство вложит, потому что государство собирает реально налогов настолько сейчас много, что на нормальные инвестиции предприятие все равно не будет оставаться. Поэтому государство сказало, мы умнее, мы у вас заберем налоги и куда-нибудь ввожим. Поэтому, собственно, как будет вкладывать предприятие. Но таких меньшинство. Большинство предприятий не вкладывает свои деньги, потому что зачем. Потому что они все равно не доплачивают налоги, они платят взятки. Ну и в принципе можно уже заплатить какому-нибудь банкиру небольшой откат, для того, чтобы он за тебя вложил. Потому что так ты рискуешь, а так никто. Потому что если банк дал тебе деньги, и ты эти деньги потерял, то в принципе не рискует никто. Очень удобная ситуация. И про инфляцию. Да это же у нас общественный договор с этой инфляцией. Все очень просто. Берешь что-то за 100 рублей, работаешь над этим, оно должно стоить 110 рублей. Но у тебя не получилось. А тут инфляция, и оно все равно будет стоить 110 рублей. Очень удобно. Это смысл нашей инфляции. Наша инфляция, она не монетарная. Она у нас административная с одной стороны, потому что у тебя вложена внутрь цены административный барьер. И такая вот раздолбайская с другой, потому что инфляция все покроет. Неважно, посидел на этом что-то, на помидорах, на заводах, на телефонах. Не сумел с этим ничего хорошего сделать, но все равно инфляция сделает так, что это будет дороже. И в этом суть нашей инфляции. Наша инфляция дико отличается от инфляции, которую мы видим во многих странах мира. Не в любой. Бывают страны мира похожие на нас, но наша инфляция, она абсолютно странная. Можно повышать процентные ставки, понижать процентные ставки, давать деньги в экономику, не давать деньги в экономику. Но без инфляции просто все разрушается. Потому что ты все равно не можешь активно работать, большинство экономики не заточено на то, чтобы активно работать над активами. Чтобы эффективно работать над активами. И в результате все надеются, что инфляция решит все проблемы. А так экономика не должна работать. Но это вот такой небольшой взгляд с земли, от предприятия, которое научилось работать почти отдельно от банковской системы и почти отдельно от государства. И чувствует себя достаточно комфортно в этом состоянии. Правда, вот иногда налоговую инициативу государства удивляют. А у нас, да, последнее про налоги, последнее чуть-чуть. Я, наверное, это говорил уже очень много раз, но в этом отношении государство удивительно напоминает того самого алкоголика, который искал ключи под столбом, а не там, где потерял, потому что там светло. Удивительная вещь. Мы ходим в Министерство налогов и сборов, мы приносим списки, кто платит налоги, кто не платит. Кончается это проверками тех, кто платит. Потому что, правда, уже говорят в Министерстве налогов и сборов, вот обычные налоговики, да, или в налоговой инспекции, они говорят, ну подождите, ну как мы будем к них идти? Они же у нас даже не зарегистрированы. Когда ты говоришь, ребята, у них обороты 3 миллиарда долларов. Говорят, ну мы не знаем, а как они называются? Но зато они всегда придут к тем, кто платит. Потому что если ты платишь уже так много, а им для того, чтобы выполнить план, не хватает совсем чуть-чуть, они звонят и говорят, а вы не можете, вот мы вам штраф небольшой выставим. И вот так устроен у нас сбор налогов. Если ты не платишь, к тебе вообще нет претензий. Но если ты, не дай бог, платишь налоги, то жди всех. Я думал, первые много лет я думал, что этот театр абсурда когда-то закончится. Но сейчас кризис, денег в бюджете не хватает, и он не просто не заканчивается. У нас это уже начинает играть в оркестр в том темпе, что не успеваешь это слышать просто. Например, интересный пример. Когда к президенту пожаловались, что мелкие всякие сетки не платят налоги. Кого проверили? Наши жалобы обычно на то, что мы говорим. Вы знаете, на рынке сложилось, в электронном ритейле не платят налоги. Кого проверяют? Нас. Или, например, с интернетом вот эта интересная дискуссия без пошлинного ввоза. У меня вообще впечатление, что в правительстве кто-то продался Западу. Уже хочется написать Владимиру Владимировичу Путину письмо. Владимир Владимирович, врагов народа, не сживите оттуда. Ну, правда. Налоги почему-то должны платить только российские предприятия, которые их уже платят. Либо ты их не должен платить совсем, либо ты должен быть иностранцем, и тогда тебе тоже можно их не платить. В общем, как-то такой небольшой взгляд земли на развитие финансовой системы России. Хорошо. На самом деле, по поводу инфляции, Ксения, готовьтесь. В моем времени вы будете отвечать. А у меня по итогам такой общий вопрос. Я тоже кое-что знаю. Знаю, что ответственность на низком уровне. У нас экономика действительно... Точнее так, можно всех заемщиков поделить. Есть ответственные заемщики, есть. Обычно это очень степенные люди, у которых есть что терять и так далее. Действительно, есть очень большое количество заемщиков, они безответственные. Они платят деньги взятые только, когда доктор пришел. То есть, когда им прислали доктора, тогда они начинают говорить о чем-то и говорят, ну да, да, надо бы заплатить. Да, мы совсем забыли об этом. А как вы думаете, то есть, это безответственность такая, экономическая безответственность. Вы ее так описали. А как вы думаете, почему так? Сложный вопрос. Простой. Для меня достаточно простой и понятный. Воруют. Это вся страна устроена, это воровство. У нас в Евросети мы заводим 1, 2, 3 уголовных дела в неделю против собственных сотрудников и сажаемых. У нас работает около 25 тысяч человек. Вот приблизительно такая же пропорция должна быть и в стране. Вот все будет нормально, поверьте. Сколько у нас посадили реально банкиров? 5, 10, 15, сколько? А их надо сажать сотнями. И все будет нормально. А почему мы смеемся? А что, воров не надо сажать? Человек, который за взятку дал вот этой самой девочке кредит 1,5 миллиона рублей. Ну, он-то не большой банкир, это не председатель правления банка, это кто-то там в отделении. Его не надо сажать? Ничего смешного. Сажать надо. И все будет хорошо. Нет другого. В Америке, мы с вами читаем, Мэдов получил 80 лет. Мы это знаем. А если вы посмотрите за последний месяц, сколько людей получили от 15 до 25 лет за финансовое мошенничество. Вот последний случай был, я ехал сейчас в бизнес-фэм, что-то такое говорил. Это каждые несколько дней. И тогда все более-менее нормально. Я вам могу и чистить активы у банков. ЦБ должен залазить в банки и спрашивать, вот это вот предприятие, которому вы каждый раз, оно вам возвращает кредит в 10 утра, а в 11 вы ему выдаете новый кредит, потому что это очень надежный заемщик. Он же в 10 утра вернул. И потом ситуация через год повторяется. Это настоящий заемщик, или он давно уже сдох, и просто банк ему выдает деньги, и на следующий день, через час эти же деньги получает обратно. И на самом деле это никакая не перегредитовка, а это просто растягивание. Сколько таких токсичных кредитов в банках? 5 процентов, 10 или 25-30, как, например, я думаю. Это же жахнет когда-нибудь. Либо должна быть инфляция 30 процентов, и все спишется, либо это жахнет. Если будет инфляция 25-30 процентов, у нас население выйдет на улицы и снесет банкиров. Либо банкиры нас снесут. В общем, проблема. Кто-то кого-то может снести, и мне кажется, этим надо заниматься. Если вы мне говорите, сложно или просто, я считаю, просто. Возьмем нашу нелюбимую Грузию. Но ведь реально, это же была, ну прям, не знаю, система коррупции, вот государство коррупции. Они сумели решить эту проблему. Или возьмем, например, Украину. Евросеть ушла из Украины за полгода до Майданов, Евромайданов. Почему мы ушли? Из-за того, что Украина в НАТО хочет, или из-за того, что мы знали, что будет Евромайдан. Мы ушли из-за коррупции, потому что уровень там, ну совсем запредельный. В России, к счастью, уровень коррупции близких к пределам не запредельный, но надо его как-то немножечко снижать. И я бы даже назвал, у нас даже не коррупция, у нас воровство. Вот чем отличается Россия? Везде коррупция, а у нас просто воровство. У нас могут посадить врача, который взял взятку, у нас могут посадить даже начальника ЖЭКа, который украл что-то. И то, это уже сложно, начальника ЖЭКа это уже сложно. Бизнесмены вообще легко, их не жалко. Но посадить банкира, который дал возможность украсть кредит. А у нас украденные кредиты исчисляются десятками миллиардов долларов. И может быть я даже и маленькую сумму назвал, может быть и сотню. Просто это катастрофически гигантский размер. Я таких дел не слышал. Вот мы попытаемся Бородина из Банка Москвы достать из Лондона. А что, кто-то не знал, что он делал до того, как он в Шереметьево сел на самолет? Или что, кто-то считает, что он действительно политический иммигрант? Я знаю людей, получавших там кредиты по понятным схемам. Конечно, не вернувших их. Почему он смог улететь из России? И сколько еще их улетит вместе с деньгами вашими и моими? Потому что потом бюджет это все будет покрывать. Вот как-то так. Спасибо, ответ понятен. Уважаемые телезрители, на этом мы заканчиваем трансляцию мероприятия «Финансовый форум России». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова